Воронежская область Населенный пункт в воинской доблести Началом Великой Отечественной войны город Лиски, тогда свобода, был полностью включен в мобилизационные действия Город подвергался бомбардировке с сентября 1941 года Через станцию на запад пошли военные транзитные эшелоны На восток составы с эвакуированным населением, оборудованием и сельскохозяйственными продуктами Боевые подразделения армии ушло 1 283 добровольца и более 13 700 по призыву через военный комиссариат Более 8,5 тысяч воинов Лискинского района погибло на фронтах Великой Отечественной войны В декабре 1941 года локомотивное и вагонное депо работало уже во фронтовых условиях А за 1942 год на город Свобода и железнодорожный узел было сброшено более 5 тысяч фугасных авиабомб и более 4 тысяч зажигательных Но узел работал По свисту падающих бомб научились определять степень их опасности Стремились любой ценой не дать врагу уничтожить военный груз, который ждали на фронте Лискинский железнодорожный узел продолжал работать даже тогда, когда гитлеровцы заняли правый берег Дона 7 июля 1942 года В январе 1942 года в паровозном депо было завершено оборудование бронепоезда «Лискинец» На боевом счету экипажа бронепоезда 7 сбитых самолетов Большое количество уничтоженной боевой техники и живой силы врага Огромный вклад в выполнение мобилизационных планов Оказание помощи войскам, эвакуации предприятий оборонной промышленности и населения на восток Сделали речники пристани Лиски Часть речного флота была направлена для выполнения воинских перевозок Баржи переоборудовались под размещение орудий, танков, автомашин С помощью сухогрузных барж на верхнем Дону было создано 6 переправ Судоремонтные мастерские и мастерские механизации пристани Изготавливали детали минометов, которые передавались в паровозное депо для окончательной сборки Чтобы не допустить захват судов немцами и использование их для переправы 8 июля 1942 года Лискинский речной флот был затоплен С 6 июля 1942 года по январь 1943 через Лискинский район по Дону проходила линия фронта Наши войска, отступив на левый берег, не дали врагу переправиться через Дон Осенью 1941 года в здании больницы Годников, райисполкома, в зданиях школ номер 17 и номер 9 были организованы госпитали Много женщин и девушек стали работать медсестрами, санитарками, нянями, добровольно становились донорами Было налажено круглосуточное дежурство, стирка бинтов, организован сбор теплого белья Недоедая и недосыпая сражались лискинцы во имя победы Одновременно собирая средства для вооружения сражающейся Красной Армии В марте 1944 года трудящиеся лискинцы собрали 578 тысяч рублей на строительство танковой колонны «Лискинский колхозник» И 728 тысяч рублей на строительство штурмовых самолетов «Железнодорожник Юго-Восточный» Лискинцы гордятся земляками, героями Советского Союза «Россия, Русь, храни себя, храни! Живи, страна, единая держава! Пускай горят Отечество огни! Пускай не вернет над тобою слава!» Редактор субтитров А.Семкин